Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Мы как раз начнем с всяких там сообщений и комментариев под прошлым видео. Я, кстати, нашел группу вконтакте, единственную вообще в своем роде, где есть амнезия. Так что он сотрудничать со мной не захотел, но я его прорекламирую, чтобы нас было больше, мы объединялись и как бы внесли знамя хебы. Поехали дальше. Смотрите, вот это две страницы, это мои страницы, так что не путайте, не бойтесь, это я. Далее у меня есть группа вконтакте, вы можете подписываться, я там буду анонсировать видосы, мы там можем что-нибудь пообсуждать и так далее. Ссылочки будут в описании. Также у меня есть игровой канал, он называется Гриша Думи. Ну там такой контент на любителя, но вы можете зайти, посмотреть, тоже подписаться. Дальше. Начнем с комментариев. Их было очень много, я выбрал несколько. Смотрите, это будет экспериментальный ролик по раскрытию вопросов именно комментариев. Смотрите, например, комментарий. Мне непонятно, как Хеба нашел этот бункер, раньше почему-то он его не находил, а вот как понял, что там кто-то есть, а он его нашел. Например, вот такие вот комментарии будем разбирать, будем делать отдельное видео. Но остановимся на чуть-чуть людях, которые чуть-чуть хейтеры. Вот, Денис Тихонов пишет, это не Руди, а просто фан-персонаж изучив глубже Анизию ХТФ. Я не претендую на то, что я говорю стопроцентную правду и это истина. Вы не забывайте, что Родригес как бы иностранец, я с ним поговорить не могу и что он задумал, он, наверное, сам до сих пор не знает. Но вернемся к Руди. Руди появлялся в одной серии на заднем плане. Вот, вы сейчас видите на экране сравнение их внешнего вида. Да, они отличаются. Цвет отличается, рога отличаются и уши отличаются. А в основном это тоже Руди. А, но еще у него хохолок есть. И он написал, что это не Руди, но знаете, я как бы нашел официальную штуку с этим, как его называется, с Рудиком. И знаете, что там написано? Это, кстати, тоже фан-персонаж. А там написано, что? Руди победитель конкурса видеобом Трюфели Хэллоуин. Он был создан Граби 21, то есть это вообще левый чувак его придумал. Но его биография. Руди возвращается и на этот раз он замаскирован под новость из персонажей видеоигр, более известных в мире Битвы Рю. Руди похож на пурпурного барана самца-овцы, но на самом деле он горный козел. Поняли? Он горный козел, чувак, смотри. Похож на горного козла? Мне ж интересно, что ты напишешь. Но это не факт. Совсем не факт. Короче, дальше мне тот же человек написал офигенный комментарий. Это телохранитель. Кстати, а в чем смысл обзора? Ну, кто знает, что там автор имел в виду? Может, совсем другое. Вдруг видео вводят в дезинформацию всех. Я еще раз говорю, я не знаю. Это мое личное предположение. В комментариях вы можете со мной поспорить или выложить свои мысли. Я не против. Так что пишите больше. Будем с вами обсуждать. А лучше пишите ВКонтакте, чтобы не засорять эфир. Но мы собрались не для этого. Мы собрались, знаете, для чего? Вот для этого. Два комментария люди мне написали по одной теме. Я решил ее раскрыть. Меня не мучает вопрос, написал мистер Хэда. А как муравьед вообще создал сыворотку, как правильно сказать? Не знаю. Если он был заражен ксебой и, по идее, был под его контролем, как он вообще заразил? Если он был постоянно в бункере, на первый вопрос меня так интересует больше. Как? Потом. А зачем муравьед вкалывал в них эту сыворотку? Что он хотел этим сделать? Ну, понятно, в прочее нет, зачем. Он был заражен к хебе, да? Ну, короче, я не понимаю, сделай разбор. Я сейчас, на данный момент, в данную секунду, делаю полный разбор. От начала до конца. Что хотел муравьед, от чего пошло и зачем он это все делал. Ну, его, как бы, мотивы. Так что, поехали! Начнем по хронологии. Первое действие, это когда в самом начале, как только пошло заражение, Флаки с Флиппи попали вот в эту лабораторию, в которой они, как бы, все и погибли. И нам его показали, как рядового ученого. Вот. Он увидел, как действует кровь Флиппи на Флаке. То есть, она получила контроль над своим телом, но оставила свою силу. И после этого нам показали, что он что-то замыслил и снял перчатку. Далее нам покажут его в третьей серии Амнезии, где он подходит к Флаке, который теряет сознание, и забирает ее в эту лабу. В этой лабе нам показано, что все мертвы, кроме муравьеда, он что-то там паяет. То есть, ну понятно, он паял колбы, которые восстанавливали Дилду, Белку и, собственно, Флиппи. Вот. Но он еще дает задание Флаке взять ДНК у Лэмми для своих экспериментов, что она, естественно, выполняет и приносит ему обратно. Далее я объясню, что он делает с сывороткой. Уже в четвертой Амнезии показано, что он сыворотку свою сделал, испытал ее сначала на себе, а потом уже вколол Флаке, Дилде и Сплендит. Вот. И по итогу получилось что? Он стал как бы нулевым пациентом, который управляет всеми остальными. Ну или, по сути, он, может, даже не управляет, они просто его как бы защищают. Не так больше показалось, потому что не видно было... Только в одном моменте было видно, что он управляет, когда Сплендит лазером вжигал. Короче, вот этих вот статистов, которые пришли вместе с Ксебой. Вот. Теперь я объясню, почему он так сделал. И вопрос был в том, что заразился он Хебой сам или заразил себя намеренно. Я предполагаю, как. Смотрите. В пятой серии показалось, что он заподозрил и снял перчатки. Скорее всего, он намеренно себя заразил и сразу же вколол кровь Флипе. И он понял, что он теперь может контролировать схему, но это было ему мало. Если вы не заметили, то вся лаборатория умерла и больше никого не осталось. А это значит одно. Он убил всех. А знаете, для чего он сделал? Даже в оригинале он был, типа, очень умным и ученым. А вы знаете, что ученые могут быть, ну, очень сильно чего-то хотят и не остановятся ни перед чем. Так вот, скорее всего, наш муравьешка был таким вот сумасшедшим ученым, который решил получить силу за счет своих исследований. Итак, что он сделал? После того, как Флиппи с Лаки уехали воевать, он завалил всю лабу, заразил... Скорее, нет, сначала он заразил себя, восстановился кровью Флиппи, завалил всю лабу и начал эксперименты. После ихнего боя он собрал трупы всех персонажей и начал их восстанавливать. С дальнейшей целью их починить себе и, как бы, создать свою армию, даже, может, не знаю, против Хебы или против всех. Но по его действиям, я так понимаю, им движет, типа, желание захватить то ли мир, то ли что. То есть, это вот интересный вопрос, какие цели он, как себя, ставил. Но, скорее всего, цель была одна. Показать свое превосходство в ученой степени, так сказать. То есть, да, он сделал сыворотку, которая может вылечить от Хебы, да еще и починить, оставив силу этой заразы. Вот. Что еще интересно? Его сыворотка отличается от сыворотки, которую нам показали в трейлере Амнезии 5.5 и в самом 5.5. Там, я так понимаю, просто была кровь Флиппи вместе с заразой. Если вы видели этот момент, то, что в шприце у них было красное, это кровь Флиппи, и черное, по идее, Хеба. А он сделал смесь двух кровей в Флиппи и Ламе, и еще какой-то синий ингредиент, может, какие-то нано-роботы, которыми он контролировал. Или там, то, что у него показывалось на руке, их состояние. То есть, какой у нас будет итог? Итог такой. Муравьед – злой гений. И когда началась вся движуха, он подумал, что может вытащить вот этими всеми манипуляциями, то ли захватить мир, то ли уничтожить Хебу, или просто показать всем, какой он крутой. Потому что он не то, что сделал сыворотку, которую может излечить и подчинить кого-то. Он начал собирать армию. Он взял одни из самых сильных персонажей. Это, то есть, билда, лаки, ну, естественно, сплэнди – это вообще без вопросов. Но, меня интересует вопрос, почему он забоялся Флиппи и выкачал из него Хебу. Может, он выкачал эту Хебу для того, чтобы дальше пользоваться и заражать остальных. Но, мне кажется, он все-таки реально боялся Флиппи, потому что его рейдж-мод мог все наперекор пустить. Или он его выкачал, потому что сыворотка-то сделана на основе Флиппи, ну, крови Флиппи. То есть, он, по идее, не должен был подчиняться. Даже если он, типа, вылечил его от Хебы, ну, он сам, в принципе, ее блокировал, то, скорее всего, он просто его боялся и хотел оставить, как бы, как козырь, чтобы, если Флаке выйдет из-под контроля, он мог ей манипулировать. Вот. Какой вывод? Муравьед – красавчик, но Хеба, блин, его уничтожил. Ну, как Хеба. Ну, он бы его и так уничтожил, скорее всего, хотя, может быть, и нет. В общем, если вам такой вот эксперимент понравился, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще разобрать или, там, услышать мое мнение. Может, оно неправильно, но мы с вами придем к истине. Конечно, этот мульт когда-то закончится, и, скорее всего, все карты будут раскрыты. Если что-то забыл, тоже напишите. Вот. Но следующее, смотрите, по приколу видео могут быть еще вот в таком формате. Например, я вижу комментарий по типу «Мне непонятно, как Хеба нашел этот бункер». Например, я могу разобрать вот этот вопрос, как Хеба нашел бункер, по каким причинам он не делал этого раньше. Или почему он не мог это сделать раньше. А если вам понравился ролик, то, естественно, подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в колокол и побольше комментариев, чтобы было больше обсуждений. Ну, естественно, подписывайтесь на все каналы, все паблики и так далее. Там будем обсуждать. Там будем обсуждать, будет много идей, будет много разговоров и много идей для видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok